Выйти на автобусную остановку для жителей микрорайона Интымак на протяжении нескольких лет довольно проблематично. Особенно после проливных дождей. По непролазной грязи пробираться в школу и детсад непросто и самым маленьким жителям района. В очередной раз, увязнув в грязевом болоте, горожане поминают проектировщиков недобрым словом. Сами посмотрите, какая грязь. Недавно приезжала скорая, она никому не помогла. Наоборот, ее пришлось вытаскивать из грязи. Еще в ноябре прошлого года мы написали заявление в Акимат, но никакого ответа до сих пор так и нет. Мы даже готовы проложить ее за свой счет, пусть хотя бы и покажут, где она должна проходить. Раньше мы пользовались дорогой, которая проходила по участку дома. Но сами понимаете, кому это понравится, чтобы через ваш двор ездили круглые сутки. Хозяин дома, сочувствуя жителям Интымака и Салтустыка, терпел транспортный поток автомобилей несколько лет. Однако после того, как грузовые машины неоднократно раздавливали водопроводные трубы, вынужден был поставить забор. Теперь нам приходится ходить через заправку. Хозяева, конечно, тоже недовольны, но пока терпят. Владельцев АЗС беспокоят, что по территории, где хранится газ и бензин, каждый день проходят сотни взрослых и детей. Это крайне опасно. Мы и сами сильно переживаем за детей, но другой дороги, увы, нет. Трудно приходится и водителям, штурмующим склоны, покрытые грязью. Даже если машине удастся выбраться из вязкой жижи и выехать на трассу, тут водители ожидают новое потрясение. Дорожный полицейский штрафует автовладельцев. По правилам дорожного движения ездить на таких грязных машинах нельзя. В генеральном плане развития застройки Шимкента предусмотрена дорога для жителей микрорайона Интымак и Солтустик. После утверждения генплана властями города будет подготовлен проект дороги. Затем объявят тендер, начнется строительство. Точные сроки мы назвать не можем. Будем ждать. Вот только ждать неопределенное время жители Интымака и Солтустик больше не намерены. Они готовы пойти на крайние меры, вплоть до обращения в республиканские органы власти.